Вот такое вот хлебное дерево выросло за одну ночь в Театре Драмы. На нем всевозможные булочки и баранки. К сожалению, попробовать все это не разрешается, потому что, ну, если каждый откусит по кусочку, то что останется от этой красоты? На самом деле, все это часть выставки, которую сегодня устроили в фойе Театра Драмы. Посвящена она Дню Работника Сельского Хозяйства. И здесь не только хлебобулочные изделия, здесь фрукты, овощи, молоко, сметана, а также колбасы, которые пахнут, ну, просто очень соблазнительно. Возможно, именно по этой причине сюда в первую очередь привели губернатора Валерия Радаева и показали ему все, чем богата Саратовская область. Но яблоки это наши? Это наши, здесь все наши. В этом году в Саратовской области намолотили около 4 миллионов тонн зерна. Это самый большой показатель во всем федеральном округе. Кроме того, очень большие показатели у нас по урожайности. Впервые за 16 лет достигли таких результатов. И все это, несмотря на сложные климатические условия, напомню, что этим летом несколько месяцев была засуха. Я не помню, чтобы год, который бы сложился, удачно по всем направлениям, по всем, так скажем, элементам производства. Где-то проигрываем, где-то выигрываем. Но, тем не менее, общий баланс на сегодняшний день положительный. Должен сказать, что сельским хозяйством можно заниматься. Не могли сегодня не вспомнить и про санкции. По мнению многих собравшихся, именно они подстегнули в этом году местных аграриев. Задача накормить страну, вот что на сегодня главное. Она выполнима, но потребует от всех нас серьезного напряжения и сил. Будем работать, брать на вооружение лучшие результаты, внедрять передовые технологии. И у нас все получится. Лучших доярок, механизаторов и птичниц во время мероприятия наградили почетными грамотами и подарками. А после всех ждал банкет. На столах все находилось только местного производства, даже минеральная вода. Лично я такой в продаже не видела. Вот так сегодня в Саратове отпраздновали День работника сельского хозяйства. Павел. Продолжение следует...